Всем привет! Лето в самом разгаре. Кто-то проводит свободное время на даче, кто-то путешествует, кто-то едет на рыбалку. И во всех этих ситуациях нас подстерегает опасность. Змеи. Что делать, если змея укусила? Чего делать не надо. Разбираем всякие мифы о первой помощи при укусах змей. На ProSMP. Поехали! Для начала пара моментов. Во-первых, информацию для этого видео я брал преимущественно из практического руководства Общества экстремальной медицины по лечению укусов гадюковых змей США и Канады, плюс с отечественного сайта Роспотребнадзора и некоторых других источников. Хочу сказать отдельное спасибо за перевод статьи Общества экстремальной медицины Шишкину Константину Георгиевичу, врачу-хирургу, инструктору по горной подготовке, тренеру-преподавателю по первой помощи Байкальского центра образования. Кстати, кому интересны статьи по теме выпуска, хочется просто послушать аудиодорожку или любоваться своим именем на борту космолета, может смело переходить на сайт Boosty. Ссылка в описании под каждым роликом. Во-вторых, я не буду рассказывать про помощь в больнице, всякие сыворотки и их подбор. Профессионалы, работающие с укусами змей, и так это знают, а остальным, боюсь, это будет совсем неинтересно. Помощь на этапе скорой не сильно отличается от первой помощи. Небольшие дополнения будут в конце ролика. Итак, приступим. В России живут несколько видов ядовитых змей. Это различные гадюки, щитоморники и гюрза. Наиболее распространены гадюки. Еще есть неядовитые змеи, например, ужи. Змеи хладнокровны, поэтому они прячутся от экстремальных для них температур под землей. В холодную погоду змеи в дикой среде обычно не опасны, за исключением случаев, когда вы пытаетесь разворошить их укрытия. По результатам исследований, гадюки наиболее активны при температуре их тела от 25 до 30 градусов. Температура тела змеи в большей степени зависит от температуры поверхности, на которой она находится, а не от температуры воздуха. В солнечный день под прямыми солнечными лучами разные поверхности могут нагреваться значительно сильнее, чем воздух. Ну, и темный цвет кожи змеи тоже способствует более быстрому нагреву. Яд у змеи многокомпонентный. Отличается в зависимости от вида, возраста змеи, рациона ее питания и так далее. Даже в пределах одного вида змей яд может сильно отличаться по составу. В России, только на европейской территории страны, ежегодно регистрируется несколько тысяч случаев укусов ядовитых змей, чаще всего гадюк. Смертельные случаи составляют 0,3% от числа всех укушенных, причем к смертельному исходу приводят укусы песчаной эфы и гурзы. Однако системный учет по частоте или последствиям змеиных укусов у нас не ведется. Многие пострадавшие даже не обращаются за врачебной помощью. Большинство укусов происходит при намеренном контакте со змеей. Большинство укушенных – мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. Преднамеренный контакт может нередко быть ассоциирован с алкогольным или наркотическим опьянением. И обычно происходит, когда люди пытаются поймать, убить дикую змею или поиграться с ней. Хотя одна моя знакомая, будучи трезвой, решила пофотографировать красивого ужика, чуть ли не тыкая ему в голову камерой смартфона. А потом похвасталась фотографиями этого ужика, который оказался нормальной такой гадюкой. Так что не лезьте к змеям, вам может не понравиться. Реже укусы происходят во время извлечения и переноски пойманных змей. Более того, следует проявлять осторожность при обращении с мертвой змеей или ее отрубленной головой, поскольку даже в этих случаях кусательный рефлекс может сохраняться. Знание повадок змей и необходимых мер предосторожности в сочетании с правилом не беспокоить этих животных – это лучшая защита от нежелательного контакта. Большинство исследований показывают, что наибольшее количество укусов приходится на верхние конечности, меньше на нижние конечности и редко на область лица, шеи и туловища. Укусы в результате случайных контактов со змеей чаще происходят в область нижних конечностей, в то время как укусы связаны с умышленными контактами, чаще в области рук. Современная защитная одежда и обувь, например, кожаные или резиновые сапоги, обеспечивает защитный барьер от ядовитых зубов, а джинсовая ткань в случае укуса позволяет втрое уменьшить количество впрыснутого яда. Собрались в лес? Оденьтесь как следует. Ну, а в городе змея редкость, кроме твоей бывшей. Так что можно одеть не джинсы с галошами, а красивую и удобную одежду, которая сочетает в себе анатомический крой, натуральные ткани, качественную фурнитуру и хороший дизайн. Все это есть в новой коллекции одежды от бренда Бера Групп. В такой одежде даже твоя бывшая гадюка будет тобой восхищаться. Вернемся к настоящим змеям. Гадюковые змеи – это хищники, охотящиеся почти исключительно из засады. Основная добыча гадюк – лягушки, грызуны и другие мелкие млекопитающие. Гадюки выбирают места, где они с большей вероятностью встретят свою добычу, затем собираются в кольца и неподвижно ждут, пока жертва не окажется на расстоянии эффективного броска. Это говорит о том, что если рядом много мышей или лягушек, то и змей много, просто вы их не видите. Кстати, в регионах с суровым зимним климатом змеи вынуждены мигрировать из зимних нор к летним ареалам охоты, в связи с чем для них возрастает риск быть потревоженными человеком. Змеи кусаются не только с целью охоты, то есть нападения, но и с целью защиты от более крупных животных, в том числе и от человека. Кинематика укуса и впрыскивания яда обычно различается для оборонительного и нападающего бросков змеи. Почти все укусы человека являются оборонительными. Как результат, знания об охотничьих повадках змей не всегда применимы в отношении укусов человека. Исключение составляют укусы змей, долгое время содержащихся в неволе, когда они уже не боятся человека и ассоциируют любое проникновение в клетку с кормлением. Итак, что же делать, если вас укусила змея? Во-первых, надо понимать, что врачу, когда вы до него доберетесь, очень пригодятся знания о том, какая именно змея вас укусила. Поэтому врачу будет важно знать, как именно змея выглядела. Фотография укусившей змеи обычно помогает при последующей ее идентификации экспертом. В то же время не рекомендуется пытаться убить или поймать змею, поскольку это может привести к появлению еще одного пациента, требующего помощи. Да, и с фотосессии змей надо быть крайне аккуратным. Фотографировать надо с безопасного расстояния, то есть равного длине змеи или более. В сомнительных случаях выяснение, является укусившая змея ядовитой или нет, играет решающую роль в выборе между простой обработкой поверхностной раны и потенциально опасной и дорогостоящей эвакуацией и лечением. Переходим к первой помощи. Первым приоритетом после укуса змеи будет предотвращение повторного укуса того же пострадавшего или кого-то еще из людей. Пациента следует убрать подальше от змеи. Постарайтесь успокоить пострадавшего, заверив, что смертельные случаи редки, то есть около 0,3%, а серьезные последствия обычно предотвратимы. В условиях дикой природы невозможно сделать ничего, что могло бы значимо повлиять на исход серьезного отравления змеиным ядом, и оказание первой помощи не должно препятствовать скорейшей транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение, где можно в безопасных условиях ввести соответствующее противоядие. Степень отравления не может быть быстро и достоверно определена на месте, поэтому любой укус ядовитой змеи должен рассматриваться как неотложная ситуация и повод для немедленного осмотра врачом. Оказание первой помощи и обработку раны можно проводить в процессе транспортировки или ожидания эвакуации. Желательно записать дату и время укуса на теле пациента. Можно использовать всякие телефоны и бумажки для подобных записей, но запись перманентным маркером на коже пациента точно не разрядится и не потеряется. Также стоит измерить окружность пораженной конечности выше и ниже места укуса для последующего сравнения и выявления нарастающего отека. Край покраснения кожи вокруг укуса тоже должен быть отмечен маркером или ручкой для последующего сравнения. Украшения, то есть кольца, браслеты, ремни, цепочки или стесняющие предметы одежды в области укуса должны быть сняты или разрезаны в избежание сдавления тканей по мере нарастания отека. С ранами после укуса змей следует обращаться так же, как с любыми другими колотыми ранами. Если это не будет задерживать транспортировку, можно быстро промыть рану по стандартной методике, то есть с мылом по струе воды, либо антисептиком, или же сосчитая эти способы. После этого можно наложить на место укуса стерильную повязку для защиты от инфекции. Исследований, оценивающих положительный эффект иммобилизации в качестве самостоятельного метода при укусах змей, не проводились. Ограничение движений пораженной конечности путем наложения шины может иметь положительный эффект для пострадавшего, несмотря на отсутствие убедительных данных, поддерживающих применение этой методики. В зависимости от условий транспортировки, поврежденную конечность следует держать примерно на уровне сердца. Возвышенное положение может способствовать ускорению системного распространения яда, то есть кровь из укушенной конечности вместе с ядом будет быстрее попадать к органам просто под действием гравитации. А опускание конечности вниз может привести к нарастанию отека и усилению местного действия яда. Но опять же, такая практика не поддержана какими-либо доказательствами или клиническими исследованиями. И желательно поддерживать функциональное положение конечности или сустава в случае развития отека или если сустав потерял подвижность. У змеиного яда есть местные эффекты и общие симптомы. Местные проявления в пораженных тканях являются наиболее характерными для укуса гадюковых змей и проявляются более чем у 90% пациентов с клинически значимыми отравлениями. К ним относятся покраснение кожи, отек и болезненность в области укуса. Общие симптомы это снижение артериального давления, кровотечение, венозный отек, рвота и признаки нейротоксического эффекта. Если появляется что-то из перечисленного, это говорит нам о более тяжелом отравлении. К сожалению, существует множество мифов, связанных с оказанием первой помощи при укусах змей, многие из которых могут представлять опасность для пациента. Несмотря на отсутствие доказательств, многие из этих методик были разрекламированы в фильмах, книгах и всяких байках, из-за чего до сих пор часто ошибочно применяются. Теперь по пунктам о том, что не приносит пользы или потенциально опасность для пострадавшего, то есть чего делать не надо. Пожалуй, самая часто встречающаяся рекомендация это высасывание яда ртом. Одно исследование и обзорная статья показали, что высасывание ртом или механическим устройством были неэффективны при моделировании ситуации с ложным ядом в экспериментальных условиях на людях, когда удавалось удалить от 0,04 до 2% впрыснутого яда. Такое количество клинически незначимо. Более того, высасывание ртом может приводить к загрязнению раны бактериями из рта помощника, а там и дабсцесса недалеко. Ну и, наконец, высасывание ртом может предоставлять опасность для спасателя за счет попадания яда в его организм через слизистую полость рта. Вторая методика, которая применяется, несмотря на потенциальный вред, это механическое высасывание яда. Экспериментальные исследования показали, что применение механических устройств для высасывания яда может усиливать местное повышение тканей вокруг раны в месте контакта с устройством, приводя к некрозу и отторжению тканей, что в результате способствует большей потере ткани и увеличению сроков заживления на неделе. Следующий методик говорит о пользе разрезов и кровопусканий в области укуса. Нанесение разрезов или кровопускания в зоне укуса для увеличения размеров раны с целью вымывания яда вытекающей кровью часто усиливает повреждения тканей и местное воспаление, при этом не приносит никакого подтвержденного положительного эффекта. Однажды кем-то была выдвинута теория, что электрический ток может разрушать змеиный яд. Однако исследования показали, что электротерапия бесполезна для лечения змеиных укусов, но вредна для пациента. Некоторые авторы предлагают использовать местное охлаждение области укуса. Криотерапия путем прикладывания льда или другими методами теоретически должна замедлять распространение ядов. Однако опять же эффективность данной методики не доказана, а в отдельных случаях это может приводить к усилению местного повреждения тканей. Едем дальше. Наложение жгута на укушенную конечность. Жгут, как венозный, так и артериальный, может привести к нарушению питания тканей и развитию гангрены, что увеличивает риск ампутации или потребности в повышенной дозе противоядия. При этом ни одно исследование в итоге не продемонстрировало положительный эффект жгута для пациента. Ну и как некий аналог жгута, давящая повязка. Клинические доказательства в пользу положительного эффекта компрессии путем наложения давящей повязки эластичным бинтом или ношения бандажа, скудные. Предполагается, что давящая повязка уменьшит кровоток в мягких тканях и этим замедлит поступление яда в системную циркуляцию за счет снижения венозного и лимфатического возврата. В одном из исследований в эксперименте на свиньях, в котором вводили летальную дозу яда, иммобилизация с компрессией вызывала увеличение внутритканевого давления после отравления и увеличение времени до летального исхода. То есть свиньи прожили чуть дольше, чем могли бы. Удержание яда в тканях с помощью компрессионной повязки доказательно обосновано только при лечении жизнеугрожающих укусов змей, яд которых нейротоксичен, а в дикой природе России таких змей нет. Яд наших родных змей вызывает преимущественно местные повреждения тканей, а компрессионная повязка может, в противовес ожиданиям, усиливать это повреждение. Ну и вишенка на торте. Два исследования выявили, что доктора и случайные очевидцы редко накладывают давящую повязку правильно, а третье исследование показало, что даже после обучения практикующим медикам не удается добиться эффективной иммобилизации при имитации случаев укуса змеи. Эффективность давящей повязки при укусах ямкоголовых змей в клинических исследованиях и сериях случаев доказательно не подтверждена. Ну, про всякую урину, подорожник и шаманские обряды рассказывать не вижу смысла. А что же делать? Правильно, показать специалисту, то есть врачу. Все укушенные ядовитыми змеями пострадавшие должны быть эвакуированы и доставлены в ближайшее отделение неотложной помощи. Скорейшая транспортировка в отделении неотложной помощи позволяет провести необходимые медицинские вмешательства по спасению жизни и укушенной конечности. Даже хорошо подготовленный спасатель может быть не способен оценить степень тяжести отравления при змеином укусе или его возможные последствия, поэтому применение выжидательной тактики не рекомендуется. Следует использовать любую возможность для эвакуации пострадавшего от укуса змеи. То есть, как мы уже неоднократно говорили в других роликах, не надо тупить. В то же время, в случае нахождения пациента в удаленном районе при затрудненной эвакуации, решение об эвакуации следует принимать взвешенно, учитывая безопасность пациента и спасателя, вероятность успешной эвакуации, а также наличие ресурсов для ее обеспечения. Транспортировка в лечебное учреждение, где нет возможности ввести противоядие, может оказаться малополезной для пострадавшего. Ближайшее учреждение должно быть заранее проинформировано о пациенте и, если противоядие в нем отсутствует, оно может быть доставлено из другой больницы или же пациенту будет показана транспортировка в другое учреждение. Если собираетесь в поход, то неплохо бы узнать, есть ли в ближайшей к вам больнице противоядие от змеиного яда. Что делать сотруднику скорой? Ну, обычная обработка раны, возможно иммобилизация конечности в функциональном положении, симптоматическая терапия и скорейшая доставка в стационар соответствующего профиля. Симптоматическое лечение может включать респираторную поддержку, бензодиазепины с цириусидацией при беспокойстве, опиоиды при боли, восполнение объема жидкости и в изопрессорные препараты при шоке. При подозрении на анафилоксию, например, моментальное развитие системных симптомов. Проводится стандартное лечение, начинающееся с введения адреналина. Ролик про анафилоксию уже есть на канале, ссылка где-то в описании. В случае тризма, ларингоспазма, гиперсолевации может потребоваться трахеустомия. Короче, все просто. Видишь симптом, лечи симптом, не тупи и мчи в больницу. На этом, пожалуй, закончу. Понравилось видео? Смело ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кто хочет почитать статьи по теме или поддержать нас материально, может смело переходить на сайт Boosty. Там мы не только выкладываем дополнительные материалы, но еще публикуем аудиоверсии наших роликов, всяческие таблички, шпаргалки, учебники и вообще. Переходите, подписывайтесь. А на сегодня это все. Хорошего вам дня и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok